Я хочу пригласить вас на фестиваль благости. Это удивительное место в Чёрном море, Анапе. Много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Как количество работающих людей в компании влияет на судьбу. Если работает мало людей, то нет силы действовать. Почему мало людей работает? Потому что вы не создаете условия, люди не притягиваются, они отваливаются. Если работает много людей, то нет порядка, царит многовласть и хаос. Нет порядка. Значит, вы по судьбе с лишнего набрали народ. Количество людей определяется количеством соратников. Чем больше у вас близких людей, которые верны вам, тем больше можно делать коллектив. Ну, допустим, 10 соратников можно делать 120 человек коллектив, допустим. Два соратника, допустим, можно делать 30 человек коллектив. Понимаете? Но соратники имеются в виду лидеры, не просто там рабочие соратники, а лидеры, которые тоже управленцы. Рост предприятия всегда происходит не по мере взятия больших денег, а параллельно с ростом вашего благочестия и ваших силы, которые привлекают сильных помощников. Один человек ко мне подошел и говорит, Олег Геннадьевич, можно я открою, как вы считаете, я могу открыть свое предприятие? Я говорю, а как вы его хотите открывать? Он говорит, я возьму кредит, наберу людей и буду работать. Я говорю, и все у вас развалится. Почему? Потому что аккаунт скажет, как надо действовать? Надо посмотреть, сколько у тебя благочестия, сколько у тебя денег, вот столько денег. Хорошо, вот на столько денег, открой предприятие в 10 раз меньше и начни варить сгущенку из молока. Ну то есть бери людей на работу, делай из них верных, кто-то отсеивается и смотри на свои возможности. Сколько к тебе приклеиваются лидеров? Вот если приклеилось два лидера, бери 30 человек на работу, развивай, можешь там взять кредит. Все, у тебя все получится, потому что у тебя есть костяк. Но если у тебя нет этого костяка, ты думаешь, просто деньги людям заплатишь и у тебя все получится? Ерунда это все. Это не работает. Поэтому две вещи, которые определяют количество людей. Твой профессионализм, ты отработал на маленькой схеме, очень хорошо знаешь, как все работает. Твои связи, у тебя есть правильное положение в обществе, достаточно благочестия, тебя все уважают. Уважают в обществе, уважают сверху, значит не будет тяжелых проверок. Ты уважаешь старших проверок, не будет тяжелых, тебя там любят. У тебя с равными отношениями хорошие, значит у тебя будет все развиваться хорошо. Есть сотрудники, на которых можно положиться, они тебя любят. Бери больше. Бери кредит, бери людей, все будет классно, если у тебя все это есть. А это нарабатывается кодами. Некоторые люди думают, да, сейчас деньги возьму, людей на работу возьму и все будет кока-кола. Не кока-кола у тебя все будет. Просто кола, без кока-кола. Субтитры создавал DimaTorzok